Доброе утро, друзья! Наша следующая гость выступила с очень интересным предложением для белорусской индустрии красоты. Она предлагает всем салонам красоты использовать белорусскую косметику. По крайней мере, попробовать, как это происходит. И у нас в гостях, друзья, Наталья Антонович, которая уже приступила к этому эксперименту в собственной столичной студии. А вот интересно, поддержали ли вас коллеги по цеху? Доброе утро, Наталья! Да, доброе утро, Наталья! Ну вот у вас даже название, вы придумали какую-то замечательную, белорусские недели. Почему вот именно сейчас вы решили этим заняться? Вы уверены, что это будет востребовано все? Дело в том, что это абсолютно новый проект, которого еще не было в индустрии красоты. И прежде всего, хотелось бы уйти от стереотипов, исключая в работе салонов красоты, работу только на иностранной косметике. То есть у нас считают, что иностранная, значит, хорошая, белорусская, ну так себе, да? Дело в том, что этого еще опыта, такого не было работы в салонах красоты на белорусской косметике. Поэтому его хотелось бы ввести на таком высоком профессиональном уровне, используя традиции и культуру нашей Белоруссии. И все стереотипы просто вы решили вот так вот? Все это, конечно, очень здорово, но хватает ли вот компонентов, вот хватает ли косметики, чтобы в разных направлениях работать? Чтобы и массаж, и волосы, вот чтобы все? Или у нас... А так я просто не сильно разбираюсь, мне кажется, что у нас столько крем для лица есть, там только тушь и все. Да нет, у нас там много всего. Даже я знаю. Прежде чем ввести этот проект у нас в салоне красоты, я встречалась с белорусскими производителями. И нам была предоставлена косметика для тестирования, для работы, для создания процедур по лицу, по уходу за лицом и за телом. И я могу сказать, что те производители, с которыми мы сейчас сотрудничаем, по своей косметике, они соответствуют международным стандартам, самым лучшим по ассортименту, по ингредиентному составу, по упаковке. То есть не хуже, чем импортная, правильно? Нет, не хуже. А вот скажите, сколько таких компаний, мы называть их не можем в эфире, но вот сколько таких компаний, которые подошли абсолютно смело, работают наравне с зарубежными? На данный момент мы работаем с тремя такими компаниями, и производители очень заинтересованы в том, чтобы поднимать уровень самих профессионалов, поднимать уровень известности белорусской косметики у нас в стране, для того, чтобы, конечно же, выйти затем за рубеж. Но вот вы пока используете все это только в своем салоне. А как отнеслись посетители, сотрудники ваши? Все очень счастливы и довольны поэкспериментировать? Не все знают, может. Изначально это была идея. Но для того, чтобы ее реализовать, это очень большая кропотливая работа. Начиная от интерьера и заканчивая косметикой для витрины, для домашнего использования. Названия белорусские, которые, опять же, должны быть у белорусской косметики. Нет, процедуры при использовании белорусской косметики. Поэтому это командная работа, и в этой работе участвовали весь коллектив. Сами гости нашей студии красоты, они с большим интересом вообще наблюдают и участвуют в этом. Потому что, когда открываешь что-то новое, ты болеешь этой идеей. Ты хочешь ее сделать такой интересной, жизнеутверждающей. Узнаешь очень много информации, очень такие новые истории успеха наших производителей. Мы прям видим, как вы загорелись, как вы этим горите. Слушайте, а вот что за история с такие небелорусские названия WorldSkills? Это мировой конкурс профессионального мастерства, чемпионат, который недавно проходил на стране, отбор на международный. Вот я знаю, что вы там тоже как-то эту идею продвинули, белорусские косметики, да? Дело в том, что наши два предприятия готовили команду специалистов бьюти-терапии для участия в республиканском конкурсе WorldSkills. И я очень благодарна организаторам этого чемпионата и, в частности, ректору Республиканского института после дипломного образования в том, что была поддержана идея создания салона красоты на площадке республиканского конкурса именно в белорусском стиле с использованием отечественной косметики. И я могу сказать, что посетители этого чемпионата, гости с ближнего и дальнего зарубежья были очень заинтересованы и в восторге, потому что на самом деле дети, потому что дети там участвуют до 21 года, проявили настолько, показали себя как настоящие профессионалы, показали возможности славянской школы по косметологии, используя именно нашу косметику. Послушайте, ну вот вы последний вопрос хочу я задать. Говорили относительно того качества, какое будет прекрасное качество в салоне, где используется белорусская косметика, относительно цены, цена. Станет дешевле, поскольку белорусские. Цена на услуги с использованием белорусской косметики, конечно, на порядок ниже. Поэтому это станет возможным большему количеству клиентов, соответственно, это выгодно салонам красоты. Я думаю, что... Друзья, посмотрите, какие у нас красивые девушки в студии и какую интересную идею они продвигают. Вот хотелось бы, чтобы белорусских салонов стало действительно больше в нашей стране, чтобы они появились. Спасибо большое, Наталья Антонович нам рассказала об этой идее. Хочется, чтобы хотя бы преград не было вашим вот этим вот стартом всем. Спасибо большое. Спасибо большое.